Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, дорогие казахстанские автолюбители! С вами программа Про Авто. Наступила зима, соответственно пришло время показать себя полноприводным автомобилем, автомобилем с передними ведущими. Это я к чему? А к тому, что сегодня у нас на обзоре Toyota RAV4, которая была выпущена в 1994 году японским производителем. Он у нас трехдверный, под капотом имеется 2 литра. Ну что ж, пойдем познакомимся с ним поближе. Вот задаю себе вопросом, как не обращать на внешность свое внимание? Автомобиль очень компактный, масенький. Давайте сейчас подойдем к нему поближе. Я не знаю, плод чьей фантазии именно экстерьер данного автомобиля. Но, как говорится, если есть минусы, то как же обойтись без плюсов? Здесь я сейчас обращаю свое и ваше внимание на клиренс данного автомобиля. И, конечно же, на 4WD. Именно эти качества делает автомобиль высокопроходимым. Заводская база колес здесь 215-70 на R16. Если ставить больше, то резину будет есть как изнутри, так и снаружи. Это отзыв владельцев. Ну что еще мы можем обратить внимание? Здесь у нас сзади установлен дополнительный, дополнительная покрышка колесо на всякий случай. Сейчас вы видите большое пространство в багажном отделении. Но это с учетом того, что задние сидения складываются. Давайте теперь попробуем их поставить на место. Так, так, ну и вот так. Ну, если мы возвращаем задние сидения в исходное положение, здесь остается совсем мало пространства. Но его хватает для того, чтобы вы, если едете с работы домой, заезжаете в магазин, покупаете пакет картошки, лука, сюда они точно поместятся. Сейчас вы видели, друзья, как BMW 3 серии бросало то налево, то направо. Вроде бы он дрифтовал, да, находится на автодроме. Может позволить себе такое. Но мы не должны забывать, что в принципе он с этим может столкнуться и на дорогах. Поэтому многие автолюбители выбирают себе машины именно с передним приводом, либо полноприводные автомобили. Мы сейчас в салоне, на улице очень холодно, я замерз, поэтому сейчас я заведу машину. Включу печку. Ну и давайте называть вещи своими именами, да. В салоне Toyota RAV4 все очень просто. Имеется печка, кондиционер. Печка нам позволяет именно в такое холодное время года не замерзнуть. Кстати, она в рабочем состоянии. Вот сейчас дует уже горячий воздух. Что еще здесь имеется? Здесь у нас есть встроенная аудиосистема. Ну это рук дело уже самого владельца. Также здесь есть камера заднего вида. Это он установил сам все. То есть это не заводская принадлежность автомобиля. Имеется полный электропакет. Регулировка боковых зеркал. Ну и все, в принципе, все здесь очень просто. Знаете, почему в большинстве случаев этот автомобиль выбирают именно женский контингент? Из-за клиренса, потому что высота машины позволяет как бы объехать какие-то большие кочки, неровности. Также парковаться на нем удобно. Не заденешь, скажем так, бампером этот бордюр. Сейчас мы пройдем в заднюю часть салона и посмотрим, насколько удобно пассажирам пребывать в задней части. Так, я сейчас до упора пытаюсь отодвинуть сиденье. Откинем мы вперед. Так, а вот она. Ну что ж, я в задней части салона. Ну вот смотрите, друзья. Сейчас я в задней части салона. Расположился, как говорится. Сюда поместится взрослых два человека. Три не поместятся. Ну, таких габаритов, как я. Если детей посадить, возможно, трое детей поместятся здесь, да. Без никаких усилий. Главное, знаете, в чем суть-то? Суть в том, чтобы не доставлять какой-то дискомфорт именно водителю. Потому что сейчас вот сиденье практически до предела подвинуты назад. Вот. И мои коленки где-то вот упираются именно уже в сидушку. Но, тем не менее, есть пространство, есть место. Мы разобрались и познакомились с внешней характеристикой, с салоном. И теперь, чтобы показать преимущество полноприводного автомобиля над автомобилями, которые имеют задний привод, мы готовы на жесткие условия. Тест-драйв. Поехали. Я поднялся на заснеженный бордюр. Здесь практически нет дороги. Кругом белым-бело. Будучи маленьким и компактным, RAV4 справился с поставленной задачей. В общем, проходимость этой машины мне понравилась. Как вы сами увидели, друзья, машина, несомненно, достойна похвал. Но, какой бы она вид не имела, самая главная надежность в ней, мы сейчас едем в станцию технического обслуживания, где нас ждут специалисты, которые расскажут о технической характеристике ходовой части, о моторе, что здесь нужно делать, в какое время и сколько стоит. Мы поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ассаламу алейкум, Шах. Как дела, дружище? Давно не виделись с тобой. Так, смотри, сегодня у нас на обзоре в программе Toyota RAV4 первого поколения 1994 года. Машина, старушечка, ну, еще, как говорится, есть порох в пороховицах. Так, пока я сегодня делал обзор, я мотор начал троить. То есть, и вот сейчас в чем может быть причина? И давай... Можешь рассказать сразу. Не два, не три, а четыре, пять причем могут быть. Кто из себя представляет вообще этот мотор? Это первого поколения двигатель 1АФЗЕ. Причин тут, может быть, могут быть несколько. Первая причина – это могут быть свечи зажигания, могут быть форсунки. То есть, надо будет диагностировать и смотреть, видите, как двигатель 94-го года, то есть, молния машина. Да, мы уже 94-го года. То есть, современные автомобили уже, которые идут, к примеру, скажем, где подключается компьютерная диагностика, там уже легче. Здесь программа старая, как бы, электроники меньше и путем, каким, как говорится, механическим путем. То есть, в первую очередь, меняются свечи. Слушаем дальше. Смотрим форсунки. То есть, снимаем, ставим на стенд, как работают форсунки. Потом могут, могут бензонасос даже быть. То есть, подачу топлива не подает, подачу воздуха, она смешивается, когда подача топлива с воздухом. Получается, если подача топлива не выдает нормальное, то есть, как ему полагается, то есть, с половиной очка, скажем так, тоже будет проехать, такая проблема будет. Четвертая причина, это может быть угол опережения, зажигания. То есть, система ВРМ, она ремень у нее. Это вот из-под коробки сейчас бежит? Да, это из-под раздатки бежит. То есть, это надо будет снимать коробку. Полностью? Полностью коробки снимаешь, чтобы проделать эту работу. Ужас. То есть, элементарно поддон, картер двигателя. Ага. Снять, продублировать его герметиком. Это надо будет снимать глушитель, снимать травестную балку. Ага. То есть, примерно, простой картер, ну, затратов, смотрите, получается, работа как минимум 20 тысяч рублей. Работа? Да, работа. Потому что снимается глушитель, снимается картер, что подвески к этим балкам. То есть, элементарно поменять салемлоки на рычаге. Раз, два салемлока, вроде бы, просто. То есть, этот болт откручиваешь, он мешается АКПП. Угу. То есть, где не мешает, на Toyota RAV4 первого поколения эта работа стоит, как минимум, сторона 10 тысяч рублей. Одна сторона, работа. То есть, без материала, без деталей. Почему? Потому что мешает этот болт к поддону АКПП. Что это значит? То есть, представляете, если поменять салемлоки, то надо будет откручивать поддон АКПП, потом подвешивать двигатель и откручивать балку. А вот теперь, чтобы это все поменять, дело, в общем, с работой, ну, скажем, с материалом, если сколько приблизительно будет стоить? Ну, вот смотрите. Здесь бежит, вот смотри, из-под коробки, я вижу. Здесь бежит, да, из-под коробки. То есть, здесь нет прокладки коробки. То есть, здесь снимается АКПП, снимается вся ходовая часть, соответственно, то есть, балка, глушитель, кардан. То есть, полностью ходовая часть снимается, двигатель подвешивается на травесную балку и потом разбирается. То есть, начинается сначала надо будет разобрать раздатку с АКПП, потом саму раздатку разобрать. То есть, этот процесс где-то в районе 60 тысяч рублей. Ну, давай перейдем теперь в заднюю часть ходовки. Здесь что у нас имеется? Так, здесь имеется, как бы, зависимая подвеска, рычаги, верхний рычаг, нижний рычаг, поперечный рычаг. То есть, здесь, по сути, она простая такая, ходовочка. Система простая, да? Да, система простая, ничего такого нету, заумного, ничего такого нету. Ну, в плане, тоже, когда заходит в ремонт, тоже, как бы, неудобно работать с рычагами. Неудобно, ну, неудобно. То есть, к примеру, поменять этот салимлок поперечного рычага. То есть, снимается полностью вся система. Снимаются тормозные шланги. То есть, к примеру, поменять салимлок поперечного рычага, то есть, снимается вся система. Откручивается этот рычаг, амортизаторный рычаг, привод откручивается, верхний рычаг. Посмотрите, здесь, вот детально. То есть, не менялся, что ли, посмотри, как он старый? Нет, не менялся. Или он сам такой должен быть? Нет, он не менялся. Не менялся? То есть, да, шланг тормозной, вся эта система снимается, выпрессовывается салимлок, запрессовываются ноги. И таким же образом обратно все собирается, но уже приходится прокачивать, к примеру, тормозную систему полностью, потом выводить геометрию. Десятибалльной шкале, традиционной нашей шкале, а сколько ты ее оцениваешь? Ну, конечно, в несколько частей можно, если в плане двигателя, то баллов 8, а ходовую часть тоже баллов 7. Все равно, как бы, по своему свойству этот автомобиль надежный, да, надежный, скажем? Ну, да, надежный такой. Ну что ж, друзья, делаем выводы. Не симпатичная, компактная машина, но с хорошими ходовыми качествами, подходящая для семьи, состоящая из двух-трех людей, и которые любят по выходным выезжать на природу. Машина зарекомендовала себя, как простой, надежный автомобиль для повседневного использования. С вами была программа ProAuto. Будьте бдительными на дорогах, соблюдайте скоростной режим, особенно в зимнее и в холодное время года. Мы с вами увидимся на следующей неделе. Ассалам алейкум. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok